Сужение проезжей части, отсутствие тротуара в районе плотины Верхнего пруда. Все эти трудности жители южной части Полевского воспринимают как необходимость. Это ведь ради нашего комфорта, говорят граждане. Для нас строят новый водовод. И это действительно так говорит начальник ОГХ Павел Ушанев. После того, как работы будут завершены, жители южной части города первыми ощутят на себе всю прелесть нового водовода. Элементарно, напор воды будет сильнее. Объективное, целесообразное решение. И ремонт, конечно, водоводов надо было выполнять своевременно. Но мы живем в то время, в котором мы живем. Поэтому благодарность большая очень Министерству ЖКХ, администрации города, что сумели обеспечить финансированием данного мероприятия, которая водная артерия, она имеет очень важную роль для водоснабжения южной части города Полевского. На ремонт водовода от баков накопителей на горе Никольской до сетевой развязки в районе машзавода выделено 28 миллионов рублей. Работы очень дорогостоящие. Здесь применяются новые материалы и технологии. А условия труда стесненные. Часть водовода пролегает в теле плотины, в непроходном канале. Но все остальное достаточно стандартные технические решения применены. Стесненные условия производства работ обусловлены большим количеством бетонных работ, железобетоном, скользящие опоры, утепление водовода в скорлупе. То есть на самом деле это очень трудоемко и делать надо очень качественно на века. Сегодня на участке уже подготовлена траншея, в которую будут спущены и железобетонные лотки, и новый водовод. Сейчас подрядчики откачивают воду, которая сочится из старого, изношенного трубопровода. В настоящее время на площадке саккумулированы материалы, железобетон, необходимый, порядка 55% трубы, необходимые работы проводятся в определенном соответствии с графиком. Заканчиваем работу и планируем закончить где-то 20 января. Формирование комфортной среды, в том числе и модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона, являются одним из приоритетных направлений губернаторской программы «Пятилетка развития». По мнению Евгения Куйвышева, именно состояние сферы ЖКХ – это важнейший и ощутимый показатель качества жизни людей. Именно поэтому такой работе уделяется повышенное внимание, а местным властям оказывается дополнительная финансовая поддержка на приведение коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние. Это первый участок, который будет ремонтироваться. Дальнейшие участки будут выполнены, уже проектно-сметная документация. После прохождения необходимых экспертиз и получения достоверности стоимости, будет включено и в софинансирование региональной программы. Стоит сказать, что меняют подрядчики не только трубы и железобетонные лотки. Это комплексный подход к решению глобальной проблемы. Предстоит еще реконструкция трех камер, переключение, замена полностью 100% запорной арматуры на уже современную, технологичную. Ну и полная реконструкция самих камер непосредственно. Работы по замене водовода на этом участке будут завершены в начале следующего года. Для этого на объекте трудится бригада высококвалифицированных рабочих и задействована техника. Ксения Володенкова, Константин Миронов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова